Мы живем в мире вирусов и бактерий, а значит, всегда должны быть на чеку, чтобы вовремя дать им отпор. Вот интересно, доктор, а как желудок борется с бактериями? И вообще борется ли? Природа так создала наш организм, в частности, желудок, что бактерии там погибают, потому что соляная кислота желудочного сока стерилизует содержимое желудка. Вот такая защита. А как же тогда хеликобактер? Как эта вредная бактерия выживает в этих кислотных условиях? Ольга, это исключение. Ученым известна одна бактерия, которая легко переносит воздействие желудочного сока и спокойно там может существовать. И название ее – хеликобактер пилори. Она является виновницей возникновений гастрита и эрозии. Но только ли в ней причина повреждения слизистой желудка сегодня будем выяснять. И выясним это благодаря эксперту нашей программы, опытному врачу-гастроэнтерологу Ольгу Панас. Мы приглашаем сюда к нам в студию. Проходите. Ольга, тут какая-то суперсовершенная бактерия, которая, наверное, эволюционировала и со временем как-то прижилась в нашем желудке. У каждой бактерии есть свои особенности. У хеликобактера пилори есть жгутики, которые просто внедряются в слизистую оболочку нашего желудка, которая защищена от такого токсического влияния пагубного соляной кислоты. Но ее непосредственное влияние на слизистую оболочку, оно не очень хорошее, а именно оно вызывает повреждения. То есть оно локально в каком-то месте разрушает защитный слой, который присутствует на слизистой оболочке желудка и вызывает поражение. Это может либо просто воспаление, которое мы видим под микроскопчиком, либо это может действительно быть, например, эрозивное поражение. А насколько глубокие будут эти эрозии? На самом деле эрозия – это не очень глубокое повреждение нашей слизистой, но затрагивает только слизистую. Он не идет дальше по слизистый слой и не повреждает. Ольга, давайте не просто посмотрим, а прям покажем. Вот, пожалуйста, вам указочка. Замечательно. Вот, пожалуйста, желудок. Это нормально наша слизистая. Вот она красивенькая такая, неповрежденная. Здесь мы видим верхние отделы каемочки, а здесь оно уже немножечко глубже, поэтому здесь больше похоже на язвы дефекта. А эрозии, они неглубокие, как правило, они доходят до верхнего отдела слизистого слой. То есть получается в этом отличие язвы, да? Да, но это глубина повреждения слизистой оболочки. Она видна под эндоскопическими исследованиями, которые рассматривают под увеличением. Ну и, конечно же, это гистологическое исследование. Ольга, знаю, что эрозии – довольно распространенная такая патология. У кого чаще они встречаются? Знаю, что у детей даже могут быть эрозии. Действительно, эрозии могут встречаться в разном возрасте, у детей в том числе. Но они могут по разным причинам возникать, поскольку эрозия, она не всегда взаимосвязана с гастритом. То есть гастрит – это отдельное заболевание от эрозивного поражения. Ну а дети, условно говоря, от какой-то более гробой пищи при таких несохранных функциях защитной слизистой, потому что она, конечно, может в юном возрасте только ещё формироваться, могут возникать такие лёгкие повреждения, которые, в принципе, иногда заживают даже сами по себе при определённых таких диетических щадящих рекомендациях. А я хочу пригласить в студию гостю. Ей очень интересна наша сегодняшняя тема. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Инна. Инна, очень приятно. Инна, рассказывайте, вы вообще часто обследуете свой желудок? Есть ли у вас в семье случаи, допустим, с хеликобактер? Да, вот у моей мамы как раз эрозивный гастрит. Лечились очень долго, но сейчас стало получше. Дело в том, что всё время в спешке питание в ланчбоксах, ещё она бесконтрольно принимала аспирин. Он разжижает кровь, но она увлекалась этим препаратом. Конечно же, любая пища, какую бы мы ни употребляли, если мы её едим не пережёвывая, не медленно, не постепенно, не размеренно, не формируя определённые фазы переванирования, она вся будет вредна. То есть она будет грубая для нашего желудка, потому что желудок пропускает определённые частицы определённого размера. Они должны быть перемешаны соком желудочным со слюной. Тогда да, это вредно. То есть питание должно быть мало того, что сбалансированным рационально, так ещё и адаптированным по временному промежутку, чтобы человек успевал насытиться. Что касается приёма определённых препаратов, действительно, к сожалению, есть ассоциированное поражение с указанным препаратом, это как бы мировая практика, но существуют вне менее защитные механизмы, которые могут помочь вашей маме избежать прогрессирования заболевания и позволить принимать нужный ей препарат. Ольга, а какие должны быть неблагоприятные условия в желудке, чтобы возникла эрозия? Давайте вместе это разберём и начнём с инфекции. Да, мы озвучили нашу главную инфекционную ситуацию, это хеликобактер пиролори. Хотя при дисбалансе защитных свойств нашего желудка, потому что бывают разные фоновые заболевания, другие различные инфекции в том числе могут повреждать нашу слизистую, вызывать аэрозивное поражение. Но это достаточно крайне редкая ситуация, и мы акцентируемся всё же на этой бактерии. Хорошо, продолжаем. Лекарственные препараты? Да, мы уже озвучили эту ситуацию, но это не единственные препараты, которые вызывают действительно аэрозивное поражение нашего желудка. Поэтому существует определенная группа препаратов, и, конечно, каждый доктор означает то, либо иное. Он акцентирует своего пациента на то, чтобы приём был максимально безопасный для него. Вредные привычки алкоголя и курения? Действительно, это химически раздражающие факторы, которые не могут не вызывать своим токсическим эффектом повреждения слизистые и то, как я говорил, уже дисбаланс защитных свойств. И, конечно, вызывать такие царапинки на нашем желудке, которые не должны там возникать. И эти повреждения при, например, алкоголе в большом количестве либо высокой крепости вызывается такое токсическое повреждение за счёт химического раздражения. И, конечно, может быть такой тотальный гастрит с раздельным поражением, в том числе, вызывать достаточно тяжёлое осложнение, такие, например, как кровотечение. Поэтому с алкоголем крепким особенно надо быть крайне осторожным. Стресс, оказывается, он не только на сердечно-сосудистую систему негативно влияет, но и на желудок тоже. Мне кажется, стресс влияет на весь организм. И, конечно же, здесь нарушение стресс-реализирующих и стресс-лимитирующих систем связано с гормональным фоном, который оказывает влияние, например, на кровоснабжение нашей слизистой оболочки и в том числе на формирование защитных свойств. Конечно, длительные стрессы, они не крайне негативно сказываются и могут вызывать определённые повреждения нашей слизистой. Неправильное питание, конечно же. Да, конечно же, пища должна быть максимально с ощержением, если уже возникла какая-то проблема. Но если этой проблемы нет, то мы и домашнюю пищу, любую, которую употребляем, смотрим, наслаждаемся, вырабатываем фазы определённые, которые стимулируют выработку желудочного сока, выработку слюной, чтобы оно максимально смачивалось и переваривалось, и не было такого физического раздражения оболочки. Хорошо, Ольга. И что это за заболевания желудочно-кишечного тракта? Существует специфическая группа заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оно в общем и целом название носит хронические воспалительные заболевания кишечника. И среди них есть определённые отдельные заболевания, которые повреждают не только, например, кишку толстую либо тонкую, но в том числе и желудок. Представляете, дело в том, что тема рози желудка знакома и моей семье. И вот когда у нас лечилась мама от этого заболевания, я от доктора слышала такой термин, как весы шея. Якобы это защитные факторы желудка и агрессивные. Всё верно. Давайте об этом расскажем более подробно. И наши гости в том числе, наверное, будут интересно об этом узнать. Да, конечно. На слизистой оболочке желудка расположен такой муциновый слой. Переводя на русский язык, это такая киселёк. Такой киселёк, который защищает нашу слизистую оболочку. И в норме, конечно же, с учётом действия соляной кислоты, например, инфекция, любая поступающая желудочно-кишечный тракт, она должна уходить, поскольку это очень замечательный барьер на пути ко всем микроорганизмам, которые попадают в наш организм. Так. И при здоровых желудке, когда вырабатывается должное количество соляной кислоты, нет никаких фоновых заболеваний. Конечно же, у нас перевешивают факторы защиты. И слизистая остаётся интактной в случае, когда большое количество факторов, например, большая обсиминация хеликобактером, либо большое количество некоторых препаратов, либо у пациента какой-то не очень адекватный образ жизни. Тогда слизистая и её муциновый слой, этот киселёк, который на поверхности, он начинает снижаться-снижаться, истончаться, условно говоря, и возникают определённые дефекты. И в этих дефектах слизистого вот этого слоя, кроме того, что у нас внешне агрессивные факторы присутствуют, присутствующие в том числе и соляная кислота, и когда факторы защиты уходят вниз, тогда и в том числе наши вещества, которые присутствуют для нашей пользы, начинают повреждать. То есть смотрите, обращаясь к нашей гости, ваша мама длительное время принимала аспирин, да? И получается, этот слой защитный истончался, 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 да? В определённых местах, да. Получается, что фактор агрессии превысил, да? Да. Какие симптомы беспокоили вашу маму во время болезни? Боли, дискомфорт в области желудка, подташнивало её очень часто, ну и, конечно, низкий гемоглобин был. Все симптомы, которые вы описываете, наверное, следует всё-таки обратиться к терапевту для более углубленного обследования, поскольку немножко у меня стоят вопросы относительно, например, аномического синдрома. Это, ну, эрозия, да, действительно, иногда бывает, что они чуть-чуть дают такие маленькие кровотечения, но всё-таки я бы так не оставляла эту ситуацию. Всё-таки я рекомендовала бы дальше пройти обследование и углубить сбор жалоб и симптомов и всех различных проявлений. Да поначалу желудок, возможно, радовался и не воспринимал, что мама принимает аспирин. А прошло какое-то время, да, факторы агрессии увеличились, и мама стала испытывать боль. Для раздельного поражения не всегда характерны болезни севой синдром. Это больше характерно для так называемых острых язв, когда, например, при каком-то химическом воздействии либо определённой группе лекарств такие ощущения. Ну, возможно, больным предшествовала изжога и отрыжка. Это, мне кажется, первое, на что будет жаловаться пациент, у которого возникает проблема с желудком, часто начинается эрозия. Наш желудок имеет несколько таких мышц, которые координируют его работы, позволяют нашему содержимому продвигаться к 12-перстной кишке. А когда имеются воспалительные изменения, тогда эта работа дискоординирована, нарушена, и, конечно, может идти в обратном направлении. Перистальтика и появляется изжога либо отрыжка. А ещё человек чувствует тяжесть после любого приёма пищи? Нет, это может быть и вне приёма пищи, оно может быть связано с приёмом пищи. Иногда это такие невзаимосвязанные симптомы. Но да, действительно, этот симптом может проявляться. И рвота, опять-таки, после каждого приёма пищи? Это уже более тяжёлое поражение, как правило, связано с острым таким химическим раздражением желудка, когда активное такое воспаление, и пациента может рвать. Ольга, а какое лечение назначается такому пациенту? И необходимо ли наблюдение постоянного терапевта в данной ситуации? Всё зависит от того, какой право царующий фактор. Если мы провели, например, лечение хеликобактера или эрадикацию, тогда, наверное, уже мы провели контроль, и всё на этом поставили точку. Человек от нас радостно ушёл жить счастливой жизнью. Если он принимает определённые лекарственные препараты, надо соотнести, чем мы можем либо заменить, либо помочь ему защитить нашу слизистую. На сегодняшний день как чувствует себя ваша мама? Ну, мы постоянно наблюдаем все у врача, следим за правильным питанием, и даже собираемся в санаторий. В таком случае передавайте маме большой привет. Спасибо. Пусть следует всем рекомендациям докторов, и, я уверена, совсем скоро забудет про такой диагноз, как эрозия желток. Ну, а за все рекомендации мы благодарим прекрасного эксперта нашей программы, врача-гастроэнтеролога Ольга Панас была у нас в гостях. Спасибо. Приходите к нам ещё. Субтитры подогнал «Симон»